Первая книга царств. Глава первая. Был один человек из Ромафаим Софима с горы Ефремовой, имя ему Элкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрофянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Сабоофу в селом. Там были Или и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Элкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. А Анне же давал часть особую, так как у нее не было детей, ибо любил Анну более, нежели Финану, хотя Господь заключил с чрева ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил с чрева ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и седла и не ела. И сказал ей Элкана, муж Иоанна. Она отвечала ему, вот я. И сказал ей, что ты плачешь? И почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? И встала она после того, как они ели и пили в селоме. И стала пред Господом. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря Господи, всемогущий Боже Саваоф. Если ты призришь наскорь пробы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь о рабе твоей, и дашь о рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его. И вина и секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Ильей смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Ильей счел ее пьяною. И сказал ей, Ильей, да коли ты будешь пьяною, вытрясь здесь от вина твоего, и иди от лица Господня. И отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливай душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Ильей и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было печально, как прежде. И встали не поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в раму. И познал Илькана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она, от Господа Бога Саваофа я и спросила его. И пошел муж ее Илькана и все семейство его в селом совершить годичную жертву Господу и обеты свои, и все десятина от земли своей. Анна же не пошла с ним, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится перед Господом и останется там навсегда. И сказал ей Илькана, муж ее, делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не скормишь его груди, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, да коле не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в селом. Взяв три тельца и хлеба, и одну ев у муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в селом, и отрок с ними, отрок же был еще дитя. И привели его перед лицей Господа, и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу. И привели отрока, и закололи тельца, и привела отрока Анна, на мать Килию. И сказала, о господин мой, да живет душа твоя, господин мой. Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. А семь дитяти молилась я. И исполнил Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу. Глава 2, 1 царство. И молилась Анна и говорила, возрадовалась сердце мое в Господе. Вознесся рог мой в Боге моем. Широко развержись уста мои на врагов моих. Ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь. Ибо нет другого, кроме тебя. И нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова, да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог ведения. И дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодные рождают семь раз, а многощадные изнемогают. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подемлет Он бедного, избрение возвышает нищего, посаждаясь вельможами. И престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых Своих Он бледет, а беззаконные во тьме исчезает. Ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь свят, да не хвалится мудрой мудростью Своей, и да не хвалится сильной силой Своей, и да не хвалится богатой богатством Своим, но желающий хвалится, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли, и даст крепость царю Своему, и вознесет рог помазанника Своего. И оставил Асамуила там пред Господом. И пошел Елкана в раму в дом свой, а отрока стал сослужить Господу при Илье священнике. Сыновья же Илье были люди негодные, они не знали Господа. И долга священника в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варенья мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю или на сковороду или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившие туда в село. Даже прежде, нежели сожигали туг, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. Если кто говорил ему, пусть сожгут прежде туг, как должно, и потом возьми себе, сколько вожилает душа твоя. Но он говорил, нет, теперь сжидай, а если нет, то силой возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной эфет. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим, для принесения положенной жертвы. И благословил Ильи и Элкану и жену его, и сказал, да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу. И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну. И зачала она и родила еще трех сыновей и двух дочерей. А Отрок Самуил возрастал у Господа. Ильи же был весьма стар, и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в Скинию собрание. И сказал он, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господня. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте так, ибо не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, а то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илью, и сказал ему, так говорит Господь, не открылся ли я дом отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона, и не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертву моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефот предо мною. И не дал ли я дома отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедовал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так, говорит Господь Бог Израилев, я сказал тогда дом твой и дом отца твоего будут ходить перед лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома твоего, отца твоего. Так что не будет старца в доме твоем никогда, и ты будешь видеть бессия жилища моего. При всем том, что Господь благотворит Израилю и не будет в доме твоем старца во все дни. И не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить души твои. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить перед помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет, прищисти меня к какой-либо левицкой должности, чтобы иметь пропитание. Глава 3. Первая книга царств. Отрак Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илия лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковщик Божий. Возвал Господь к Самуилу, Самуил, Самуил. И отвечал он, вот я. И побежал к Илии и сказал, вот я, ты звал меня. Но тот сказал, я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь другой раз возвал к Самуилу, Самуил, Самуил. Он встал и пришел к Илию вторично. И сказал, вот я, ты звал меня. Но тот сказал, я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию, и сказал, вот я, ты звал меня. Тогда понял Илии, что Господь зовет отрока. И сказал Илии Самуилу, пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил и лег на своем месте. И пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и другой раз, Самуил, и сказал Самуил, говори Господи, ибо слышит раб твой. И сказал Господь Самуилу, вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того заззвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его, и начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. И посему клянусь дома Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. И спал Самуил до утра, и встал рано, и отворил двери дома Господне, и боялся Самуил объявить видение сие Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал, сын мой Самуил, то сказал вот я, и сказал Илий, что сказано тебе, не скрой от меня, то и то сделает с тобой Бог, еще более сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего, что тебе было сказано. И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий, он Господь, что ему угодно, то да сотворит. И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слова его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версави, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в селоме, после того, как открыл себя Самуилу в селоме через слово Господне. И уверились во всем Израиле от конца до конца земли, что Самуил есть пророк Господний. Илий же сделался очень стар, а сыновья его продолжали ходить беззаконным путем своим пред Господом. Первое царство, глава четвертая. И собрались филистимляне воевать с израильтянами. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну. И расположились станом при Авенезере. А филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян. И произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около четырех тысяч человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами. Возьмем себе из селома ковчег завета Господний, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послал народ в село, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на Херувимах, а при ковчеге завета Божия были и два сына Илеевы, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господний в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний, и сказали, а чего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан, и сказали, горе нам, ибо не было подобного ни вчера, ни третьего дня. Горя нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое. И пало из израильтян тридцать тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Ильи, и Офни, и Финиес умерли. И побежал один венемитянин, с места сражения, и пришел в селом в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Ильис сидел на седалище при дороге, у ворот и смотрел. Ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстенал весь город. И услышал Ильи звуки вопли, и сказал, а чего такой шум? И тотчас подошел человек тот и объявил Илью. Ильи был тогда девяносто восьми лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илью, я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения. И сказал Ильи, что произошло, сын мой? И отвечал вестник и сказал, побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе. И оба сыны твоего, Фни Финиес, умер, и ковчег Божий взят. Когда упомянул он о ковчеге Божием, Ильи упал с седалища на взничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля сорок лет. Невестка его, жена Финиеса, была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божьей, о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала, настоявшие при ней женщины говорили ей, не бойся, ты родила сына. Но она не отвечала, не обращала внимания. И назвала младенца Ихавот. Сказав, отошла слава от Израиля. Со взятием ковчега Божьей со смертью свекра ее и мужа ее. Она сказала, отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий. Первое царство, глава пятая. Филистимляне же взяли ковчег Божий, принесли его из Авеназера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий, внесли его в храм Дагона и поставили его подли Дагона. И встали Азотяне рано на другой день. И вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день. И вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним. Голова Дагонова, обе ноги его и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа, на пороге. Осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагонов и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня, а переступают через него. И отяготела рука Господня над Азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами. В Азоте же и в окрестностях его и внутри страны размножились мыши, и было в городе великое отчаяние. И увидели это Азотяне и сказали, да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжкая рука его и для нас, и для Дагона Бога нашего. И послали и собрали к себе всех владетелей филистинских и сказали, что нам делать с ковчегом Бога Израилева. И сказали гефяне, пусть ковчег Бога Израилева перейдет к нам в Геф. И отправили ковчег Божий Израилев в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, и ужас весьма великий, да большого от малого. И показались на них наросты, поразил Господь жителей. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря, принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш. И послали и собрали всех владетелей филистинских и сказали, «Отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего. Ибо смертельный ужас был во всем городе. Весьма отяготела рука Божия на них, когда пришел туда ковчег Бога Израилева. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес». Первое царство, глава шестая. «И пробыл ковчег Господень в области филистинской семь месяцев, и наполнилась земля там и шами. И призвали филистинляне жрецов, и прорицатели, и заклинатели, и сказали, «Что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место». Те сказали, «Если вы хотите отпустить ковчег завета Господа, Господа Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности, тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его». И сказали, «Никакую жертву повинности должны вы принести ему». Те сказали, «По числу владетелей филистинских пять наростов золотых и пять мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Итак, сделайте извояние нароста ваших и извояние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Господу Богу Израилеву. Может быть, Он облегчит руку свою над вами, и над богами вашими, и над землей вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свои египтяне и фараон? Вот, когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую, и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ерма, и впрягите корову в колесницу. А телят их отведите от них домой. И возьмите ковщик Господень и поставьте его на колесницу. А золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Весамису, то он великое сие зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. И сделали они так, и взяли двух первородивших коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковщик Господа на колесницу, и ящик с золотыми мышами, и изваяниями, и наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Весамису. Одной дорогой шли, шли и мычали. Но они уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до предела Весамиса. Жители Весамиса жали птапшеницу в долине. И взгляну увидели ковщик Господний и обрадовались, что увидели его. Но колесница же пришла на поле Иисуса Весамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковщик Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Весамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертву Господу. И пять владетелей филистимских жителей видели это и возвратились в тот день во корон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были один за азот, один за газу, один за скалон, один за гефа, один за корон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, пяти владетелей, от городов укрепленных до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковщик Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Весамитянина. Не порадовались сыны Ихонины среди мужей вевсамистских, что видели ковщик Господа, и поразил он жителей Весамиса за то, что они заглядывали в ковщик Господа, и убил из народа пятьдесят тысяч семьсот семьдесят человек, и заплакал весь народ. Ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Иисуса Весамиса, кто может стоять перед Господом своим святым Богом, и к кому он пойдет от нас? И послали послов жителям Кириаф-Ярима сказать, филистимляне возвратили ковщик Господа, придите, возьмите его к себе. И пришли жители Кириаф-Ярима, и взяли ковщик Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм. А Илиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковщик Господа. С того дня, как остался ковщик Кириаф-Яриме, прошло много времени, лет двадцать, и обратился весь дом Израиля в Господу. И сказал Самуил всему дому Израилю, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите ему одному. И он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израиля ваалов и астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил, соберите всех израильтян в массифу, и я помолюсь о вас Господу. И собрались в массифу, и черпали воды, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов в Израилях, в массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрали сыны Израиля в массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиль. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилю Самуилу, не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы он спас нас от руки филистимлян. И сказал Самуил, да не будет этого со мною, чтобы отступить от Господа Бога моего, и не взывать о вас в молитве. И взял Самуил одного ягненка от сосов, и принес его со всем народом во всесожжение Господу. И воззвал Самуил Господу об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносился в сожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами, и навел на них ужас, и они были поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из мастифы, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вихором. И взял Самуил один камень, и поставил между мастифами и между сеном, и назвал его Веназар, и сказав до сего места, помог нам Господь. Так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля от Акароны и Дагефа, и предел их освободил Израиль из рук филистимлян. И был мир между Израилем и Амареями, и был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. И с года в год он ходил и обходил Вифиль, и Голгал, и мастифу, и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его. И там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Первая царь, глава восьмая. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта и до сегодня, оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя. И сказал, вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим и сделает всадниками своими. И будут они бегать перед колесницами его и поставит их у себя тысячи начальниками и пятидесятниками, чтобы они возделали поля его и жали хлеб его и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши и виноградные масличные сады ваши лучше возьмет, лучше и отдаст слугам своим. И от посева ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших и рабынь ваших и юношей ваших лучших и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть и сами вы будете ему рабами. И восстинайте тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушать все голоса Самуила и сказали, нет, пусть царь будет над нами. И мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны наши. И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса их и поставим царя. И сказал Самуил израильтянам, пойдите каждый в свой город. Первое царство, глава девятая. Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бехарафа, сына Афия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя ему Саул, молодой и красивый. И не был никого из израильтян красивее его, он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саула. И сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собой одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц. И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет, и прошел он землю Вениаминову, и не нашли. И когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Но слуга сказал ему, вот в этом городе есть человек, Божий человек уважаемый, все, что он не скажет, сбывается, сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. И сказал Саул слуге своему, вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку, ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию, что у нас. И опять отвечал слуга Саулу и сказал, вот в руке моей четверть стикла серебра, я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так, пойдем к Прозорливусу. Ибо тот, кого называли или пророком называют, прежде назывался Прозорлицем, и сказал Саул слуге своему, хорошо ты говоришь, пойдем. И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиз вышедших, черпать воду, и сказали им, есть ли здесь Прозорливец, и отвечали им, и сказали, вот, есть, он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город. Потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не вошел на ту высоту, на обед. Ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву. И после того станут есть званые. Итак, ступайте, теперь еще застанете его. И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саула и сказал, завтра, в это время, я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помашь его в правителя народу моему, Израилю. И он спасет народ мой от руки пилистемлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим. И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его, скажи мне, где дом Прозорливца? И отвечал Самуил Саулу и сказал, я Прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего? И отвечал Саулу и сказал, не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых, и племя мое, не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это? И взял Самуил Саула и слугу его, и вел их в комнату, и дал им первое место между зваными, которых было около тридцати человек. И сказал Самуил повару, подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя. И взял повар плечо, и что было при нем, и положил перед Саулом. И сказал Самуил, вот это оставлено, положи перед собой и ешь. Ибо к всему времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ. И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле, и послали Саулу на кровле, и он спал. И встал Саул, и встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу, скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас. И он пошел вперед. А ты остановись здесь, и я открою тебе, что сказал Бог. Первое царство, глава 10. И взял Самуил сосуд с селеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним, и спасешь их от руки врагов их, окружающих их. И вот тебе знамение, что помазал тебя Господь в царя над наследием своим. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили, на пределах Вениаминовых, в Салцахе. И они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим. И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве-Фаворской, и встретит тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, а другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из руки их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский. Там начальники филистимские. Когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты. И пред ними псалтир, и тимпан, и свирель, и гусли. И они пророчествуют, и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжения и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе. И тогда укажу тебе, что тебе делать. Как скоро Саул обратился, чтобы и отец Самуила Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, то встречает их сон пророков. И сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это стало с сыном Кисовым, неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал, а у тех кто отец? Посему вошло в поговор к пословицу, неужели и Саул во пророках? И перестал он пророчествовать и пошел на высоту. И сказал дядя Саула ему и слуге его, куда вы ходили? Он сказал, искать ослиц, но видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саула, расскажи мне, что сказал вам Самуил? И сказал Саул дяде своему, он объявил нам, что ослицы нашлись, а того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему. И созвал Самуил народ к Господу, в массиву. И сказал сынам Израилевым, так говорит Господь Бог Израилев. Я вывел Израиля из Египта, избавил его от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших его, вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших. И сказали ему, царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь перед Господом по коленам вашим и по племенам вашим. И велел Самуил подходить всем к коленам Израиля, ему и указано колено Вениаминова. И велел подходить колено Вениаминова по племенам, ему и указано племя Матриева. И приводит племя Матриева по мужам, и назван Саул сын Кисов. И искали его, и не находили. И вопросило еще Господа, придет ли еще он сюда? И сказал Господь, вот он скрывается в обозе. И побежали, и взяли его оттуда, и он встал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу, видите, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал, да живет царь. И изложил Самуил народу права царства. И написал в книгу и положил перед Господом, и отпустил весь народ каждого в дом свой. Так же и Саул пошел в дом свой, в Гиву. И пошли с ним храбрые, которых в сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили, ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров. Но он как бы не замечал того. Первое царство, глава одиннадцатая. И было спустя около месяца, пришел на Асаманитянин и осадил Явис Галаадский. И сказали все жители Явиса Наасу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им Наас Аманитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз. И тем положить бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Явиса, дай нам сроку семь дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские. И если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. И пришли послы в Гиву Саулову, и пересказали слова сей слух народа. И весь народ поднял бополь и заплакал. И вот пришел Саул позади валов с поля. И сказал, что сделалось с народом, что он плачет. И пересказали ему слова жителей Явиса. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии. И сильно воспламенился гнев его. И взял он пару валов и растек их на части, и послал во все пределы израильские. Через тех послов объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ. И выступили все, как один человек. Саул осмотрел их в Эзеке, и нашлось сынов в Израиле 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам, так скажите жителям Явиса Галатска, завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы, объявили жителям Явиса, и они обрадовались. И сказали жители Явиса на Асу, завтра выйдем к вам и поступайте с нами, как вам угодно. В следующий день Саул разделил народ на три отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили амманитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось из них двоих вместе. Тогда сказал народ Самуилу, кто говорил, Саулу лицарствовать над нами, дайте этих людей, и мы умертвим их. Но Саул сказал, в сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. И сказал Самуилу народу, пойдем в Галгал и обновим там царство. Пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем перед Господом в Галгале. И принесли там мирную жертву пред Господом, и весьма веселился, лились там Саул и все израильтяне. Первое царство, глава двенадцатая. И сказал Самуил всему Израилю, вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел. И сыновья мои с вами, я же ходил пред вами от юности моей до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и перед помазанником его. У кого взял я вала, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам. И отвечали, ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял. И сказал он им, свидетель на вас Господь и свидетель помазанники во все день, что вы не нашли ничего за мною. И сказали, свидетель, тогда Самуил сказал народу, свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. Теперь же предстаньте, я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал вам он и отцам вашим. Когда пришел Яков в Египет, и отцы вашего запили Господу, то Господь поставил Моисея и Аарона, и они вывели отцов наших из Египта и поселили их на месте семь. Но они забыли Господа Бога своего, и он предал их в руки Сесары, военачальника Айсорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавицкого, которые воевали против них. Но когда они возопили Господу и сказали, согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от других врагов наших, и мы будем служить тебе. Тогда Господь послал и Раваала, и Варака, и Ифая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас. И вы жили безопасно, но увидев, что нас царь Амманистский идет против вас, вы сказали мне, нет, царь, пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа, и служить Ему, и слушать голоса Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить след Господа, Бога вашего, то рука Господа не будет против вас. А если не будете слушать глаза Господа, и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит перед глазами вашими. Не жатвали пшеницы ныне, но я вас зову Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали перед очами Господа, прося себе царя. И возвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу, помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. И отвечал Самуил народу, не бойтесь, грех этот вам и сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим. И не обращайте вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу в себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете.